Витамин А вызывает рак легких у курильщиков, фолиевая кислота вызывает рост опухолей, витамин Е повышает риск рака простаты у мужчин. Огромное количество таких статей можно найти в интернете, и неудивительно, что пациенты часто боятся принимать назначенные врачом, что важно витамины. Но что говорят научные исследования, что говорит практика, и почему с витаминами все не так просто? Меня зовут Мочалова Анастасия Сергеевна, я врач-онколог, химиотерапевт, доктор медицинских наук. В этом видео мы разберем важный спорный вопрос, действительно ли витамины могут навредить людям с онкологическими заболеваниями. Мы погрузимся в научные исследования, разберем мифы и факты, чтобы понять, как правильно подходить к витаминам в условиях болезни. Что такое витамины и какую роль они играют в нашем организме? Витамины это органические соединения, которые необходимы организму в небольших количествах для поддержания нормального функционирования, роста и развития. Они не могут синтезироваться в достаточных количествах самим организмом и должны поступать с пищей. Витамины играют множество разных функций в организме. Первое это обмен веществ. Они участвуют в метаболических процессах, помогая превращать пищу в энергию. Это иммунная функция. Некоторые витамины, например, С, Д способствуют укреплению иммунитета, защите организма от инфекции. Это здоровье кожи и волос. Витамины В, Е способствуют поддержанию нормального состояния волос и кожи. Витамины группы В12 помогают при неврологических заболеваниях. Также антиоксидантная защита. Например, витамины С и Е действуют как антиоксиданты и защищают клетки от высвобождения свободных радикалов. Также поддержание роста костей. Например, витамин D необходим для предотвращения остеопороза. Каждый витамин выполняет определенную функцию и недостаток хотя бы одного из витаминов может привести к определенным изменениям. Поэтому важно следить за сбалансированным питанием, чтобы обеспечить достаточное поступление всех необходимых витаминов в организм. Потому что, если говорить про синтетические витамины, которые мы получаем из биологических добавок, из приема просто витаминов, здесь все очень неоднозначно. У нас очень любят люди пить разные витамины бездумно, причем не понимая, для чего они это делают. Просто принимают витамины разных производителей, разных групп. И здесь как раз-таки с научной точки зрения нет каких-то убедительных данных о необходимости получения их извне. И как раз-таки вопрос полноценного сбалансированного питания позволяет получить необходимые витамины с помощью правильных продуктов. И если при условии, что вы получаете полноценное сбалансированное питание, но у вас есть недостаток каких-то витаминов, то нужно искать причину этих дефицитов, проходить контрольное обследование, почему нарушен процесс всасывания этих витаминов. Но это не значит, что нужно бежать в аптеку, покупать витамины, БАДы и пичкать себя этими неизвестными препаратами. Один из обсуждаемых витаминов в контексте онкологии это витамин В. При развитии периферической нейропатии витамины группы В позволяют улучшать состояние, есть работы, которые показывают эффективность их для лечения нейропатии. Если говорить про витамины группы D, которые влияют на костную ткань, то у пациентов, получающих заместительную гормонотерапию, необходим дополнительный прием витамина D с препаратами кальция с целью профилактики остеопороза. Также наши пациенты получают в ряде ситуаций фолиевую кислоту на протяжении длительного периода времени витамин В12 с целью профилактики побочных действий химиопрепаратов, некоторых, которые используются при лечении, например, рака легкого. Если говорить про витамины группы А, С, они обладают антиоксидантным действием, но назначать эти витамины просто так всем подряд мы бы не рекомендовали, потому что для этого должны быть какие-то основания. Могут ли витамины навредить при лечении онкологического заболевания? На самом деле влияние витаминов на развитие онкологии – это предмет продолжающихся дискуссий, споров и исследований. Очень много работ, в которых изучалась роль витаминов, на онкопроцесс, на лечение пациентов. Но на самом деле никаких нет данных убедительных о том, что витамины влияют на развитие рака. Если даже говорить про потенциальную возможную зависимость, например, приема антиоксидантов, витамина А, С и вероятность прогрессии онкозаболевания. Но подумайте, если логически, какой объем препарата, какой объем этих витаминов нужно принять для того, чтобы запустить этот каскад процессов, который каким-то образом потенциально может повлиять на онкопроцесс. Поэтому очень сомнительная история, и значимого влияния витаминов совершенно точно нет. С витаминами такая же ситуация, как с едой. Любой витамин может быть как лекарством, так и ядом в определенных количествах. Если вы проходите лечение от онкологии, и у вас есть необходимость приема каких-то препаратов или витаминов, то лечащий врач вам об этом скажет. Потому что есть ситуации, когда витамины обязательно входят в состав лечебной терапии. Например, при гормонотерапии рака молочной железы обязательно назначается витамин D. И, например, при лечении рака легкого при проведении химиотерапии назначается витамин B12, фолиевая кислота в обязательном порядке. Все остальные ситуации при необходимости вам назначит врач. Самостоятельно принимать препараты дополнительно не требуется. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, так мы сможем с вами всегда быть на связи. Ссылка в описании.